Всем привет! С вами Мария. Сегодня поговорим о мединиле. Попросили меня показать мою мединилу. Давненько действительно я ее не показывала. У меня есть большой плейлист об уходе за этим растением. Можете пройти и посмотреть более подробно. Это у меня второе растение. Первая мединила у меня погибла. По непонятной мне причине спустя три года получается. В марте я в качестве подарка получила вот эту мединилу свою, вторую можно сказать. И хочу сказать, что в уходе ничего не поменялось. Как я ухаживала за той мединила, так и ухаживаю за этой. За одним исключением у меня появилось другое удобрение. Называется осмокот. Это удобрение для роста растений. И когда я принесла эту орхидою, хотелось сказать, это растение домой, начали расти вот эти вот новые листочки. И они, знаете, были в очень печальном состоянии. То есть вот эти вот первые листочки мне вообще не понравились, как они развивались. Вот такие кончики, они были как бы соединены вместе. И подсыхал вот этот край. И не раскрывался. И вообще как-то, ну, не нравились мне, как они начали свой рост. Причину пока сказать не могу, потому что после того, как я увидела, что так растет орхидея, я ее обработала от вредителей. Орхидея мединила, простите, пожалуйста. У меня очень много орхидей. Вот. И поэтому я оговариваюсь, потому что в основном показываю и рассказываю о них. А также я добавила гранулы НВ-101 в грунт, поверху прям разложила. И вот этот осмокот. И что именно повлияло на то, что стали расти нормальными листиками. То ли это были вредители, то ли это удобрения, то ли это неправильный полив был, то ли скорневую что-то было, и она адаптировалась. Точно сказать не могу. Но спустя какое-то время вот такие вот прекрасные листья стали расти. Это мне уже нравится. И я, конечно, уже не расстраиваюсь, а надеюсь на цветение, потому что это самый красивый цветок. Один из самых красивых цветов, который входит в сотню самых прекрасных цветов мира. Я всегда об этом говорю в своих видео, когда показываю эту прекрасную меденилу. Значит, что еще могу сказать. Полив у меня получается такой же, как и я вам показывала. То есть у меня углубление в горшочке, я пальцем где-то на 3 сантиметра трогаю грунт, чтобы он просох на вот это вот расстояние. Чувствую, что вверх просох. И в этот момент я поливаю. Поливаю я хорошенько, потому что еще один момент. У меня появились фитолампы. Раньше у меня их не было. Значит, стоит у меня это растение на моей лоджии и на северо-западной стороне находится. И раньше она у меня была без подсветки и прекрасно цвела. Чудесно росла. Все было с ней хорошо. Значит, этому растению необходима большая влажность. Но в связи с тем, что у нас влажность разная, то высокая, то нежная, то низкая, точно не могу сказать, насколько влияет влажность на цветение состояния цветка. Потому что прыгающая влажность у нас. Хотя рекомендуется, чтобы было 80 где-то процентов. Также хочу сказать, что полив осуществляется сейчас гораздо больше, гораздо чаще, благодаря тому, что появились фитолампы. Раньше у меня она медленнее просыхала. И те, кто захочет это растение иметь, имейте в виду, что очень аккуратный полив в осеннее-зимнее время. Чтобы не было застоя воды в горшке, в корнях. Самое главное. Потому что в этот период, меня сразу предупредили, она может погибнуть. Так, а также это растение огромное, ну большое растение. То есть вы имеете в виду, что эта красотка будет занимать много места. Вот, я ее люблю, поэтому я, несмотря ни на что, я вообще люблю большие размеры. Я очень рада была второму моему цветочку. И надеюсь, что и эта меденила будет меня радовать так же, как и та, которая у меня раньше росла. Сегодня я буду ее подкармливать вот таким удобрением Бона Форта. Для декоративно цветущих растений. Красота. Первая серия. У них две серии. Первая, вторая. Вот сегодня я буду удобрять для цветения. Для этого я возьму немного. Я на глазок лью. Там есть инструкция. Вы можете по инструкции почитать и удобрять по инструкции. Но я вот немножко уже знаю на глаз, сколько это получается. Потому что, сейчас я вам покажу состояние. Вот он просух. Видите, грунт. Вот таким вот образом я пальцем засовываю. Можете поднять горшок тоже, если он легкий. Уж точно надо поливать. И так же смотрите по листикам. Листья тоже дают знать вам, что пора поливать. Вот это вот гранулы Осмокота и НВ-101. Проливаю я обеи на ее. Так, не жалея. Прям водички. И таким образом она у меня пьет. Сейчас еще даже немножко полью. Вода попадает на это удобрение. Оно долгоиграющее. На 3-4 месяца. Значит, будет при каждом поливе добавлять, высвобождать удобрение и удобрять для роста растения. Вот какой у нас гром гремит. Вот это да. Вот. Все. Полив вот такой. Ничего сложного. Я ее, кстати, не опрыскиваю. Очень многие опрыскивают орхидею сверху по листу. Я ее не опрыскиваю. Вот тут еще один такой момент. Я вообще свои орхидеи стараюсь не опрыскивать. Очень редко в самую жару я могу для того, чтобы листовые пластины не так сильно нагревались, могу опрыскать. А так, в принципе, я этого не делаю. Но если у вас низкая сильная влажность, наверное, можно, в принципе, опрыскивать. Я знаю, что в более таких засушливых странах опрыскивают по листу и все нормально. Но я этого не делаю. Могу объяснить, почему. Вот в этих местах, в серединке, там такое что-то махровенькое. Я переживала всегда, что эта махрушечка наполнится влагой и пойдет загнивание. Поэтому у меня тут нет такой прям вентиляции сильной. Считаю, что если есть вентиляция, можно и опрыскивать. А если нету, то рисковать здоровьем растения нежелательно. Так же хочу предупредить, что помимо осенне-зимнего периода, нужно быть внимательным, когда после нашей зимы отключают батареи. И будет такой момент, когда еще довольно прохладно. Тоже в этот момент сильно не поливаем, так слегка, чтобы не залить корневую систему. Корневая система очень нежная и нужно быть аккуратным. В принципе, считается, что мединила довольно сложное растение в уходе. И я думала, что мне попался хороший экземпляр. Так и было. И, кстати, от здоровья самого растения тоже очень многое зависит. Так что покупайте свежий экземпляр, который только поступил в магазин. Очень тяжело, я сколько ни разговаривала, выходить орхидею, которая реанимашка. То есть уже от свершую по оценке. И, когда покупаешь, большая вероятность того, что мединила начнет капризничать и погибнет. Вот. Так что, наверное, все рассказала. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте. Я отвечу на них. На этом все. Большое спасибо за внимание. Здоровья вам, вашим растениям. И пышного цветения вашим цветочкам. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok